Здравствуйте, у микрофона Наталья Тарасова. У нас сегодня в гостях Кира Дружинина, кандидат филологических наук, преподаватель Южного Федерального Университета. И мы говорим о необычном проекте, который называется «Открой рот». Суть его заключается в том, что люди читают с листа незнакомые тексты. Каждый старается это сделать как можно лучше. Из этих лучших выбирают самого лучшего. Он едет в Москву на финал, и там, по всей видимости, ему вручается какой-то приз. В Ростове такое действие происходит во второй раз. Кира, расскажите о нём поподробнее, что вообще людьми руководит, почему им так нравится участвовать в этом проекте. Хороший вопрос, Наталья. Наверное, всё-таки наша любовь к чтению и наша любовь к актёрству. Как ни крути, потому что, с одной стороны, действительно была создана Федерация Чтения, и в рамках как раз-таки деятельности этой федерации проводится вот этот замечательный чемпионат. Причём он существует в двух форматах. Формат для взрослых, который называется «Открой рот», и формат для школьников, который называется «Страница 16». Поскольку были претензии по поводу наименования, и они на самом деле остаются. Очень многие, когда слышат первый раз «Открой рот», что такое, меняются люди в лице. Всегда очень забавно наблюдать за реакцией. Ну, в общем-то, название и призвано было как раз-таки привлекать внимание, запоминаться, что с успехом это название и выполняет. А «Страница 16»? А «Страница 16», поскольку было очень много претензий к названию, то организаторы пошли на уступки и сказали, «Хорошо, давайте для школьников этот чемпионат будет называться «Страница 16», но в кулуарах он называется «Открой ротик», что, в общем-то, тоже показательно. Да, действительно, люди приходят, и им достается совершенно незнакомый текст, никто не знает, что это за тексты, кроме организаторов до последнего, и пока ты не вытащишь из пакета книгу, ты не знаешь, что тебе попадётся. Как правило, это всегда, практически всегда незнакомый для тебя автор, бывает очень неожиданный выбор организатора, когда ты открываешь и понимаешь, что ты не знаешь, как ты будешь ставить, например, ударение, потому что очень часто тексты, особенно поэтические, даются с подвохом. И это тексты, где обязательно будет какой-то перенос ритма или рваный будет ритм, и, естественно, что сложно тебе сориентироваться, если ты этого текста не знаешь и видишь его впервые, и есть необходимость его прочитать. А прочитать ведь надо не только правильно, надо ещё и артистизм свой проявить, поскольку в «Открой ротик» ставятся две оценки. Жюри ставит оценку за правильность и за артистизм, как в фигурном катании, собственно, техника и артистизм. Что их связывает, да? Да. И это всегда очень необычный опыт. И для жюри, я тут скорее как раз-таки как член жюри «Открой рота», не то чтобы бессменный, но довольно частый. И для участника это тоже опыт интересный и необычный. И радует то, что мне, например, начали уже в этом году люди писать и спрашивать, а когда же будет регистрация, а вообще будет ли «Открой рот», и если будет, то когда регистрация начнётся. Очень приятно, что в прошлом году этот проект прошёл успешно, и у людей появилось желание участвовать второй раз. Начинался проект в Москве, он и считается таким. В Новосибирске. А, как всегда провинция, да? Придумывают так же, как с «Тотальным диктантом». Да, собственно, проект имеет те же корни. Мы всегда смеёмся и говорим, что «Тотальный диктант» — это русский язык для пописать, а «Открой рот» — это русский язык для почитать. И как давно он появился, и как быстро его подхватила Москва? Появился он довольно давно, не скажу точно, но несколько лет, и начинался он буквально с одного-двух городов, а сейчас это уже всероссийская история, и радует то, что с каждым годом становится всё больше и больше участников, и в этом году уже тематический «Открой рот», «Странствия Шекспира». Это как раз-таки тоже дополнительная интересная штука. По России всей ездит книга, собственно, «Шекспир», на которой расписываются члены жюри, победители, и вот такая интересная книга потом с автографом достанется победителю «Открой рот» уже всероссийского чемпионата, потому что кроме того, что у нас проходят чемпионаты в каждом городе, потом, спустя несколько месяцев проводятся такие региональные конференции, конференции «Юг», «Центр», «Север», куда съезжаются победители этих в разных городах, которые принадлежат вот к тем или иным территориальным делениям уже. У нас такая конференция проходила осенью этого года, и тогда же мы провели ещё один чемпионат в Чалтере. Это тоже было очень забавное мероприятие, потому что понятно для нас, что такое Чалтере, да, а для москвичей, приехавших, так очень удивлялись. Ну как они воспринялись? Чемпионат в селе, ну почему нет? Поскольку проектами такими занимаются, как правило, люди очень лёгкие на подъём, любящие жизнь и новые впечатления, это как раз-таки отлично сработало. И потом, да, действительно, в том числе и победительница чемпионата в Чалтере принимала участие в региональной конференции. Было очень приятно, что победил Эд Роткевич, ведущий, радиоведущий, опять же, да, что, в общем-то, всё закономерно. Но вот Москва, он поехал потом в Москву, в Москве его обошли. К сожалению. Возможно, он будет участвовать опять? Возможно. Посмотрим. А много было участников? Участников было в зависимости от... Мы ставили, по-моему, границу 12 человек в прошлом году, и участников было как раз-таки 12, и плюс ещё были желающие, и они были расстроены, если им не удавалось выступить. Но, тем не менее, довольно легко включили всех, кто хотел, даже просто людей из зала, у которых было желание, которая вдруг проснулась, а не почитать ли мне? Почему нет? Читайте. Ну, наверняка всё равно выбираются книги, которые и авторы не самые лёгкие, да? Безусловно. По-двух. Безусловно. Абсолютно. Кроме того, и в текст выбирается уже сам, да, закладочка, которая ставится, совершенно однозначно, это тексты нелёгкие. И очень интересная задача. Одно дело, когда ты читаешь один раз, это довольно просто сделать хорошо. А когда ты участвуешь в трёх турах, и у тебя разная задача, у тебя есть задача прочитать художественный текст, и, как правило, там попадётся диалог, где необходимо тебе отыграть как минимум двух персонажей, а бывает и больше. Это обязательно стихотворение какое-либо, и обязательно там будут какие-то проблемы или хитрости с ритмом. Это обязательно литература нон-фикшн, и её читать, безусловно, очень сложно, и очень интересно наблюдать за тем, как чтецы идут на всякие ухищрения и что-то делают со своим голосом, подражают кому-то и так далее, и так далее. Это всегда такой интерес. А что же будет сейчас? И естественно, что это действительно, с одной стороны, такая игра, в которую ты включаешься, а с другой стороны, это такое довольно сложное испытание. И потом, когда ты разговариваешь с участниками, многие говорят, было нелегко. Тем не менее, было бы, наверное, интересно пройти такое испытание. Однозначно. И когда у меня появилась возможность самой поучаствовать, а не пожурить, это было в конференции, на конференции «Тотального диктанта» в Новосибирске, я с удовольствием включилась в эту игру, получила новый интересный опыт, потому что ты тогда лучше понимаешь участников, которые стоят перед микрофоном. А что попалось вам? Ой, я уже сейчас не вспомню тексты, потому что они были мне незнакомы, и проза, и поэзия. Было очень смешно, там был турк, где мы читали, мы специально привозили газеты, поскольку на конференцию съезжаются люди со всей России и даже из зарубежья. И мне досталась ростовская газета. И тут же ведущий начал кричать, что за подстава Дружинина. Как всегда, я говорю, извините, конверт. Так получилось. Ну, было действительно очень забавно. Кира, ну, последний вопрос. Когда, где это будет? И в течение которого времени? Это будет 15 апреля, в пятницу. Проблема в другом. Я не скажу, где. Потому что пока мы еще ведем переговоры окончательные и утверждаем площадки, и чемпионат Ростова будет ориентировочно в шесть вечера, а чемпионат Батайска будет ориентировочно в девять. Но, возможно, все еще поменяется. Ну, еще же школьный тоже, да, этапом проходит? Школьный этап у нас не проходит пока, к сожалению, но мы очень надеемся, что все получится. Тотальный диктант. Вот, открой рот для чтецов. А есть ли что-нибудь для стихоплетов? Сейчас очень популярны двустиши, четверостиши, порошки и все прочее. Что-нибудь такое? Вот вы не думаете о каком-то таком проекте? Ну, собственно, открой рот включает в себя и тур стихотворный, поэтому тут проблема решается очень просто. Мы об этом не думали совершенно однозначно. У нас другая ситуация. Мы долго думали с Алексеем Павловским, координатором тотального диктанта в Ростове и координатором «Открой рот». И в этом году у нас получается, сейчас выдаю вообще все секреты просто, у нас получается сделать, запустить этот проект, фестиваль почитателей русской грамотности «Руфест». И вот как раз таки с 12 по 16 апреля в Ростове-на-Дону впервые пройдется этот совершенно замечательный фестиваль, на который мы привозим, например, Владимира Пахомова, редактора грамоты «Ру». Мы привозим Наталью Борисовну Кашкареву, это главнейший эксперт, председатель экспертной комиссии «Тотального диктанта». Мы привозим Елену Арутюнову, которая специализируется на изучении реформы орфографии и нам расскажет, как это было, практически детективная история. Ну и, естественно, наши, конечно же, филологи Людмила Борисовна Савенкова, Наталья Анатольевна Архипенко, директор нашего института, которые будут рассказывать тоже об очень интересных вещах, которые происходят сейчас в русском языке, чтобы не было у нас вот этого, этой мысли печальники, язык портится, его надо спасать и так далее, и так далее. И вот мы как раз-таки по вечерам будем проводить такие открытые лекции на разных площадках в Ростове, уверена, что это будет очень интересно. Здорово, спасибо вам огромное. Напомню, что сегодня в студии у нас была Кира Дружинина, кандидат филологических наук, преподаватель Южного федерального университета. Мы говорили о чемпионате. Открой рот.